Уткнись на сердце моего Господи! Один вопрос. Он до Пасхи не дожил, получается, да? Одному не повезло, да? Ну, я так и понял. Пророщущие зерна пшеницы олицетворяют рождение жизни. Ну, и, конечно же, после великого поста, долгого, как обычно, подается блюдо. Очень такие, значит, сытные, вкусные. А вопрос вам на застежку. Сейчас мы узнаем, как вы знаете, сам праздник. А почему в барашек символ Пасхи? В следующий раз. Кто знает, почему в барашек символ Пасхи? Ну, я на этот раз помочь. Да, да, да. Он, как бы, маленький, спустился к нам из стада. Ну, во-первых, на Востоке, там основная пища была, жертвоприношение. Считались животные только чистые. Это либо ягненок, овца, либо корова, телец. Свинина на Востоке не употреблялась. И до Нового Завета она вообще находилась в разряде, сказать, ну, нечистой пищи, скажем так. Почему до сих пор многие, скажем, мусульмане свинину не вкушают? А почему именно Пасхи барашек имеют? Дело в том, что когда Новозаветная Пасха, происхождение имеет от Ветхозавета, и когда евреи выходить должны были из Египта, из длительного плена египетского, то было повеление Божьего о том, чтобы принести в жертву ягненка, и для того, чтобы агнер смерти, который придет умышлять первенцев египетских детей, не поразил первенцев английских, нужно было этого барашка, значит, принести в жертву чистого, молодого, кровью помазать косяк двери, а самого приготовить с острыми травмами, как символ памяти о том, что египетское рабство приносило много скорбей. Вот поэтому он и стал символом, так сказать, Пасхи в том числе. Так что этот вопрос нужно будет немножечко дальше. Хороший. Мы дали вам вопрос, блядь, я сказала. А это у вас храм Ксении Петербургской, наверное, отразительный. Да. И с чему он сделан? Он сделан из марципана. Есть такая паста, такая паста, которая готовится. Да, сделан из марципана. А птички? Все съедобные. Все съедобные. Хорошо, молодцы, красиво, хорошо. А Пасха по какому у вас рецепту? Не знаю. Просим пробовать. Давайте кушать. Красоту такую страну. Конечно, нужно кушать. Ну, давайте будем попробовать. Давайте, девочки, быстрее. У нас вот так очень вкусная. Кутка запеченная в тесте. Вот, пожалуйста, давайте. Можно, мян колбасу там ужин. А кукур. Я понял, а кукур. Кутка вон. Кутка вон. Кутка вон. Вот, вот, вот. Совершенно верно. На Кубани какая-то такая традиция. Почему? Да не знаю, но в принципе-то у нас молока-то на полку нет. Не знаю, не знаю. Тяжело сказать. Почему? Не развязывай. Почему? Я сейчас более про это поступлю. Отеця, отеця, на башу. Отеця, будь грибным человеком. Тино. Суховатая. Да, вот. Как мне суховато. Как мне суховато. С пятнышками такими пальцами. Это просто вот пасхальнюю неделю постоит для красоты. Отец, отпущай пасхальнюю неделю. О, молодец. Хорошо, как сказал, не дам. Смотрите, что творит. Так, чадушки, чуть-чуть в сторону идти. А может, вы обновываете? Так, вы хотите, чтобы я рассказывала, а вы обновываете? Нет, я буду рассказывать. Если что, буду поправлять. Воплох себе провокационное задование. А вы вот... Это вообще моя слабость. Я вообще от всего не могу не уйти. Ну, подрома, что я говорю, да? Ну, рассказывайте. Тихорецкий хлебок и милинат. Директор Василий Васильевич Белимов. Поздравляем всех с праздником. Мы сегодня... Святой Пасхи, да. Мы сегодня показываем не только свою хлебобулочную продукцию, которую знают все в городе, а мы сегодня предоставили свою новую продукцию. Все свои кондитерские изделия, которые вы не знаете. Вы просто еще не видели такую красоту, которая у нас есть. Поэтому наши технологи, кого что интересует, все расскажут, покажут. Дадут попробовать. И поэтому всю эту красоту, пожалуйста, пробуйте. Эта красота теперь будет в постоянной... Постоянно, постоянно, постоянно. Да, да. Цените, да, продукцию наше. Поэтому заказывайте, цените, будет все постоянно продолжать. А оно в какую потребительскую корзину входит? В маленькую, которая была до ее расширения, или в большую? В маленькую, в маленькую, в маленькую или в среднюю. Я имею в виду, по ценам помещается, да? Хорошо, это уже тоже радует. Светлая Пасхи, мы приготовили зубные масляные пироги, если не потребовали, сделаем, уже не попробовали. И приготовили еще новые торты, чекито и красную шапочку. Чекито приготовленные отзывы, лучше, социально, со сменчиками. Это торт, наверное, несколько лет. Так что можете угостить. А вот у меня... Да, хорошего попробовать. Вот здесь, по-моему, знаете, как мы не промахнемся, Галина Николаевна? Если мы сейчас спросим у детей, вы что бы хотели попробовать? Покажите. А ты что хочешь попробовать? Чекучку. Попробуй, чекучку. Может, фрутеллу? Хочешь попробовать? Вот она, пожалуйста. Красную шапочку. Кого? Шапочку? Красную шапочку обязательно попробуем. Покажите. Чекучку. А ну, пробуй, какое пирожное. А ну, пробуй. Какое? Это? Дети традиционные. Ну, что они знают, да? Да, что знают. Они на леску. Новое они хотят пробовать, да? Я понял, они представили это нам. Галина Николаевна, давайте мы будем помыть на попалку. Ну, как же. Покажите. Мы с ними пойдем дальше. Ну, ладно. Тиматика. Так, ну, как же. Саши. На будущее вы чтем. Простите, пожалуйста. Я с ягодами буду делать. Ну, большое вот. Хорошо. Нарома, два, два. Ягода, два. Ягода, два, два. Я представляю продукцию сладкими. У нас продукция выполнена из чистого сырья. Безяки, красители, консерванты. Паски, морды, выпечка. Ягода, два, три. А где там? Ягода, два, три. Яички вот такие тоже, да? Сейчас у тебя. Ну, я думаю сейчас там у вас и посетят. А мы потом осадим, замечательно. Поэтому кто раздерет? Безюшка. 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 Я все-таки предлагаю сделать это по-другому, вот давайте мы один куличик разрежем, вот такой, по кусочку мы попробуем и на руку уже попробуем, правильно? А где ж наш нож? Давайте дегустировать, я хочу убедиться, что вот это вот яичко, его кушать можно, вот там его порежьте, вот это вот, вот у вас, вот его прямо так вот режьте, мы будем сейчас проверить, свежие яйца, с грибом птичьим или нет? Так и даже если ты не хочешь, яичная середина, я думаю, это, к этому нужно, давайте еще пополам, кушайте, давайте, кушайте, не жалко, кушайте, ну половиночка, я знаю, что не жалко, я знаю, что не жалко. Христос воскрес! Вот, в глаза мне посмотрел, я только хотел сказать, мы сейчас проглочу, а встретила правильный сразу, молодец, сориентировалась. Воистину воскресенье. Мы представляем кафе Пахтану. Пасха является светлым Христовым воскресеньем. Отмечается с большой любовью, благоговением. Центральное место Пасхи занимают яйца крашеные. Почетное место занимает Пасха. Мы вам приготовили пасху, настоящую сырную створога. Она ванильная, в нее входит масло сливочное, сметанка, орешки, изюм, кураган. Ну что, с чего начать? Начну, пожалуй, с выпечки. Ванские хозяюшки выпекали хлеб, делали много драники, они просто называются. Что не страшно? Пасхальный поросенок. Ну у него страх, аж глаза на них вылезли. Нет, просто рад вас видеть. Влюбился. Почему мы лишь умудрялись, выкручивались, чтобы удивить своих мужей, своих детей, вот такой вот диплом. Они делали грибные начинки, мясные, и вот так вот и детство запечет. А в голове у него что? Уже не мозги. Мясо? Мозги получаются. А можно вам вопрос? Вот вы нам сразу сказали, что символ Пасхи, значит, это крашеные яйца. Откуда пошла эта традиция? Почему? Яйцо, да еще и крашеное. Мария Мазгалина принесла императору. Я сейчас забыла, да. И когда она ему сказала, что Иисус воскрес, я сейчас волнуюсь, извините, верно? Да, да, правильно. И он сказал, что воскреснет и смертвет, пускай это яйцо станет красным. И яйцо стало красным. И от того пошла поверье. Значит, ну почти так, значит, чуть-чуть поправлю просто. Она пришла с такой целью, во-первых, доложить римскому императору, что у него в провинции творилось безобразие. Что погубили, убили безвинного, скажем, человека. Для римлян Бог было непонятно. Человек был, что совершил и беззаконно. И поскольку нужно было прийти к императору все-таки с подарком, а она была небогатая, она взяла то, что было. Взяла яйцо просто. И когда она стала рассказывать о том, что Бог умер, воскрес, он ей сказал, что скорее у тебя яйцо, рука, покраснеет, чем... Такое может случиться. И оно покраснело. А она в удостоверении еще сказала, что Христос воскрес, и оттуда вылупился цепленный. Поэтому обычно на пасхальной открыточке вы видите, когда рисуют яички, да, крашеные. И уже потом стали их красить в разные цвета, как говорят, радуги, для того, чтобы симпатичнее, привлекательнее было. Вот, и всегда цепленочек уже присутствует, правильно? Следующее блюдо, которое вы можете представить, это... Потому что все они взращенные на тюрьму. Батюшка, сюда передавайте. Это не передам. Я ж не в комиссии, мы скромны. Это овощной, это с курицей, а это с курицей. Вот этот горшочек, тыква, тыква, морковь, болгарский перец, лук. В добавлении мяса, да, это нужно, калорийность, кидать овощи. Это чисто, обязательно овощи были, засушковая фантура. Если мы к вам приходим, например, где-нибудь на пасхальной недельке, там где попозже, в гости посещаем ваше заливение, мы можем вот это вот мероприятие... Для вас делать, конечно, обязательно, а это скваченые капусты, потому что такая капуста в этот сезон еще не у всех оставалась, поэтому делаем ее скваченые капусты. Квас, да, скрена, хороший куриц. Квас, да, скрена, хороший куриц. Квас такой, бачка, не сработает. Я думаю, служить, чем не служить, мне понравилось, мне попозже. Девушка, 2.2 мусора. Квас, это вы как квас. Квас, ядреный. Материны. В это чтобы гулять фантастическую капуста... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Исполняющий обязанности генерального директора ЧУМАК Сергей Викторович Комбинат хлебопродуктов Николецкий В помощи Божьего, если я вас аргел-хранитель хранит наше предприятие, чтобы оно не разорялось Спасибо большое Работникам кафе Сладкоежка ООО «Универсал» директор Новиков Александр Евгеньевич Или мы знаем все их под названием «Сладкий мир» Действительно сладкий мир Пожалуйста, на сцену Людмила Матвеевна Спасибо вам большое Спасибо за участие, помощь и тоже Работникам кафе капитан Врунгель Предприниматель Ирюмин Олег Тимофеевич Пожалуйста, на сцену Но и здесь хотелось бы отметить два слова Просто хотела бы сказать от себя, простите Удивительно, рецепты древние нашли Отыскали, приготовили Все очень вкусно было И рассказали И очень много знают о самом празднике Традиции, истории и проведении его Спасибо, так держать Работники ЗАО «Кубань-Хлеб» Директор Марцин Дмитрий Иванович Пожалуйста, на сцену Вы давние наши помощники Мы рады, что можем с вами общаться И уже не только знать Ходить с протянутой рукой Чтобы помочь церкви Кто или кто, но еще не представляет Помочь вам представить Себе предприятие на уровне города И вы так знаете Но, в следующий раз, по-моему, это не время А поскольку это предприятие На следующий год Более широкий штаб И кто представит Уже машину Таким пускай готовить Хранить И помогать им зашать Работникам ЗАО «Мясокомбинар Тихорецкий» И гостиничный ресторанный комплекс «Надежда» Директор Зарубин Виталий Геннадьевич И хотелось бы этот коллектив отметить Он всегда, во всех мероприятиях Принимает активное участие И их стол сегодня доказал Что руки у людей золотые И творчество им не занимать И таланты великолепны Просто так держать и дальше Я не знаю Потом эта часть аукционная Как у организаторов состоится или нет Но вот это вот такое Которое там хрю-хрю лежит Я считаю, оно достойно аукциона Так же, как некие сладкие вещи Там сладкого мира Капитана Вунгеля и других Я думаю, они достойно украсят Чей-то праздничный стол Сегодня Или кто-то, может быть, ждет гостей на завтра И захочет их приобрести Так держать действительно Чтобы всегда ваша продукция Соответствовала высокому, вот сказать Питательному процессу Чтобы она радовала и глаз, и вкус Работники кафе «Огонек» у «Фламинго» Директор Вартанян Гарри Эдуардович Спасибо огромное всем жителям города Которые приняли участие в этом фестивале Мы очень волновались отцом Андреем Что будет мало прихожан Мало людей, которые смогут посмотреть на эту красоту Но я думаю, вы оцените по достоинству Руки и творчество тех людей Участников конкурса Которые приняли участие в этом фестивале И очень надеюсь, что он будет традиционным С вашей помощью Мир вам всем, счастья вам, спокойствия, радости И с праздником Христос воскресе! Воистину воскресе! А сейчас, вашему вниманию, мы предложим небольшой концерт Который сделан силами участников и учащихся Средней школы номер 2 А также фастовецкой музыкальной школы А потом проведем аукцион предоставленных блюд Чудо высших всех чудес Христос воскресе! Смерть ушла и страх исчез Христос воскресе! Х variable и ангелов с небес Расставляя позже Христос воскресе! Воп X4 все Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Судя войны В живем его уме Христос воскресе! Воссиял над миром вслед Христос воскресе! Видишь друг его пусто, Иисус Христос живой. Христос воскрес, Свою истину воскрес. Христос воскрес, Свою истину воскрес. Нас Господь от смерти спас, Христос воскрес. Слава Богу, Систь, Ленина, Христос воскрес. Нас Господь от смерти спас, Иисус Христос воскрес, Свою истину воскрес. 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 ПЕСНЯ 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 Хлебокомбинат Тихорецкий Начальная цена этого шедевра 50 рублей Кто предложит больше? Это печеное, сверху засыпано цукатами Какими-то сухофруктами Давайте поприветствуем Давайте попробуем купить вот этот прекрасный торт Который, по-моему, Славки Мир его предоставил Начальная цена та же 50 рублей Кто даст 50 рублей? Есть человек, который дает 50 рублей Кто больше? 51 100 рублей 110 120 120 130 130 130 150 150 150 151 100 100 100 Нет больше предложений? Пожалуйста, будьте поактивнее Вырученные деньги пойдут на строительство храма Нет желающих больше нет 210 Раз Последние моменты 210 2 210 3, и дождь пошел 200 Сколько? 500 500 500 рублей Раз Ничего не хочет 510 предложить? Итак, 500 рублей, 3 продано. Пожалуйста, подойдите сюда. Давайте поприветствуем. Кажется, торты у нас идут. Кто еще хочет приобрести этот торт за 50 рублей? Пока. Посмотрите внимательно на эту прелесть. 100 рублей. 120. 130. Уже веселее. 100. ДНК 400 дает. 500. Дают 400. 500. 500. Кто больше? 600. Молчи. Итак, 500 рублей. 550. 600. 600. 600. 700. 700. 700 рублей. 700 рублей раз. 900. 900. 900. 900. 900 рублей раз. 900 рублей. 910. 910. 910. 910. 910. 910. 910. 910. КОНЕЦ Посмотрите на этот чудесный каравай. Давайте начнем. Попробуем его начать продавать с 150 рублей. Итак, 150 рублей. О, так так 10, 150 нормально. Посмотрите, все найдут красоту. Я думаю, что вы не можете. Кто даст больше? 90 рублей. Позвольте себе край. Возврати себе смерть. Эдим светом куча. Эдим светом сокрет. Возврати себе кровь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Надежды огни, огни зажигают праздник, праздник. Надежды огни, огни торжества. 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 Россия, Россия, ты моя зуба, Россия, Россия, повторю я вновь, Россия, Россия, ты моя любовь. Журавли, 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 журав Россия, Россия, ты моя любовь, Россия, Россия, повторю я вновь, Россия, Россия, ты моя любовь. Россия, Россия, ты моя любовь, Россия, Россия, ты моя любовь, Россия, Россия, ты моя любовь, Россия, 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 ты моя любовь, Россия, 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 Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКО Alberta Ей нужен Бог, лишён её отрада, Ничто другое и никто другой. В больной душе молиться Богу надо, В котором в мире радости и покой. Да Бог велик, и всё пред Ним смолкает. Вселенная трепещет пред борцом, Но то, что души с Богом разделяет, Уже давно испуглена Христом. Уже давно исполнял Христом. Уже давно испуглена Христом. Христом. Бог у вечной милости Своей, У небесные церковьские объятья, Бог ждёт своих заблужденных сыновей. Бог ждёт своих заблужденных сыновей. Душа без Бога счастья не имеет. Бог ждёт своих заблужденных сыновей. Бог ждёт своих заблужденных сыновей. Бог ждёт своих заблужденных сыновей. Бог ждёт своих заблужденных сыновей.